ТОЙОТА Антиблокировочная система тормозов Торможение – это один из основных приемов вождения. Оно часто показывает разницу между опытным водителем и новичком. Когда водитель резко нажимает на тормоз на влажной или скользкой дороге, посмотрите, в таких условиях легко может возникнуть скольжение, а в некоторых случаях и боковое скольжение автомобиля. Резкое приложение тормозного усилия вызывает блокировку и скольжение колес. Автомобиль не только продолжает движение, но и теряет управление, и его может занести. Когда опытный водитель сталкивается с подобной проблемой, он применяет метод ступенчатого или постепенного торможения и сохраняет контроль над машиной. В тех же условиях, что и предыдущий автомобиль, эта машина останавливается без скольжения. Это потому, что этот автомобиль оборудован АБС, или антиблокировочной системой тормозов. Эта система обеспечивает эффективное торможение, во время которого компьютер управляет давлением в рабочих тормозных цилиндрах. Иными словами, АБС – это система, позволяющая сохранять направление движения и управление автомобилем при экстренном торможении, предотвращая блокировку и скольжение колес. АБС работает так же, как и опытный водитель при экстренном торможении, используя компьютер для управления процессом торможения. Состав системы. АБС состоит из следующих компонентов. Оба передних колеса снабжены датчиками скорости колес, которые отслеживают скорость вращения передних колес. Это датчики скорости задних колес по одному на каждое колесо. Выключатель стоп-сигнала определяет, нажата ли педаль тормоза. Это сердце системы. Компьютер управления системой АБС. Компьютер получает сигналы от датчиков скорости колес, затем по сигналу с выключателя стоп-сигнала, определяющему начало торможения, отслеживает скорость вращения каждого колеса при торможении и посылает управляющие сигналы на исполнительный механизм АБС, управляющий работой тормозов. Исполнительный механизм контролирует гидравлическое давление в рабочих тормозных цилиндрах каждого колеса по сигналам, поступающим с компьютера управления. Лампочка АБС приборной панели загорается при возникновении какой-либо неисправности в электрических цепях системы АБС. Эта лампочка также может быть использована для диагностики системы АБС. Мы только что рассмотрели компоненты системы АБС переднеприводного автомобиля Селика. В полноприводном автомобиле Селика, показанном здесь, компьютер и исполнительный механизм находятся под задним сидением. В этой модели используется датчик замедления, встроенный в заднюю часть компьютера. Устройство и работа. Теперь давайте рассмотрим устройство и работу системы АБС. В каждом поворотном кулаке смонтирован датчик скорости колеса, а каждая ступица оборудована ротором. Датчик скорости состоит из постоянного магнита и катушки. По мере вращения зубчатого ротора, магнитный поток, образуемый постоянным магнитом, изменяется, генерируя переменный ток в катушке. Частота этого переменного тока пропорциональна скорости вращения ступицы колеса. Подобным образом отслеживается скорость вращения каждого колеса. Каждый задний датчик скорости смонтирован в щитке стояночного тормоза, а задние ступицы оборудованы роторами. Это датчик замедления, используемый в полноприводных автомобилях. В отличие от переднеприводных автомобилей, полноприводные автомобили имеют специфические характеристики торможения. По этой причине применяется датчик замедления, отслеживающий замедление автомобиля. Внутри датчика замедления находятся два светоизлучающих диода с одной стороны и два фототранзистора с другой стороны. Между ними расположена щелевая пластина. Она называется так, потому что имеет отверстие. В момент торможения пластина сдвигается, и ее отверстия позволяют свету, излучаемому светодиодами, проходить к фототранзисторам, включая и выключая их. Именно таким образом датчик замедления определяет замедление автомобиля при торможении и посылает эту информацию в компьютер. Сигналы с датчиков скорости колес вместе с сигналом датчика замедления помогают компьютеру более аккуратно оценивать условия торможения. Это управляющий компьютер системы АБС. Он выполняет следующие функции. Основная его функция – контролировать скорость колес при торможении в зависимости от дорожных условий. Компьютер также осуществляет предварительную проверку электрических цепей исполнительного механизма. Помимо этого, он обладает функцией диагностики неисправностей. И, наконец, он имеет функцию надежности, которая позволяет осуществлять нормальное торможение, даже если возникнут какие-либо неисправности в электрических цепях АБС. Исполнительный механизм снижает или увеличивает давление в рабочих цилиндрах колес в соответствии с сигналами, поступающими с компьютера. Таким образом, он контролирует скорость вращения колес. Исполнительный механизм состоит из следующих компонентов. Первый – трехпозиционные электромагнитные клапаны, которые изменяют давление в рабочих цилиндрах колес в трех режимах, удержания, снижения или увеличения давления. Второй – блок снижения давления, состоящий из бачка исполнительного механизма, куда поступает тормозная жидкость, возвращающаяся из рабочих цилиндров колес, и насоса, накачивающего жидкость обратно в главный цилиндр. В данном случае насос приводится электродвигателем и вращается постоянно, пока работает АБС. В качестве примера, давайте рассмотрим работу АБС при торможении одного переднего колеса. При торможении, когда нет проскальзывания между колесом и дорогой, АБС не работает. В этой ситуации трехпозиционный магнитный клапан не работает. Отверстие А остается открытым, а отверстие Б закрытым. Давление через тормозную жидкость подается в рабочий цилиндр через отверстие С. Когда тормозная педаль опущена, тормозная жидкость возвращается в главный цилиндр из отверстия С через отверстие А и обратный клапан номер 3. Давление в рабочем цилиндре сбрасывается. В то же время, когда колесо проскальзывает по дороге, то есть имеет место блокировка колеса, трехпозиционный электромагнитный клапан включается по сигналу компьютера. Теперь давайте посмотрим, как трехпозиционный электромагнитный клапан работает в режимах снижения, удержания и увеличения давления. Сначала рассмотрим режим удержания. Когда трехпозиционный электромагнитный клапан получает электрический ток силой 2 А, он сдвигается в среднее положение. В это время отверстие А закрывается и перекрывает подачу давления через жидкость из главного тормозного цилиндра. В это же время, даже если электродвигатель насоса вращается, сброса давления не происходит, так как отверстие В тоже закрыто. Таким образом, давление в рабочем цилиндре колеса поддерживается на одном уровне. Далее, давайте рассмотрим режим снижения давления. Когда катушка трехпозиционного электромагнитного клапана получает электрический ток силой в 5 А, он сдвигается в положение, показанное на рисунке. В это время отверстие А закрыто, перекрывая подачу давления из главного цилиндра. Одновременно с этим открывается отверстие В, и жидкость из рабочего цилиндра возвращается в накопительный бачок через отверстие С. Электродвигатель насоса работает, и насос откачивает тормозную жидкость из накопительного бачка в главный цилиндр. Это вызывает падение давления в рабочем цилиндре. И, наконец, давайте рассмотрим режим увеличения давления. Мы рассмотрим этот режим тогда, когда давление в рабочем тормозном цилиндре ниже, чем давление в главном цилиндре. В этом случае электрический ток не поступает на трехпозиционный электромагнитный клапан, и под действием пружины он возвращается в положение, показанное здесь. В этом случае отверстие А открыто, и жидкость из главного цилиндра может поступать в рабочий цилиндр. Так как отверстие В в этом случае закрыто, давление в рабочем цилиндре возрастает. Этот график показывает отношение между скоростью автомобиля и скоростью одного из колес. Он также показывает изменение давления в рабочем цилиндре колеса при работе АБС. Когда скорость колеса резко падает вследствие резкого торможения, компьютер АБС начинает управлять исполнительным механизмом, и давление в рабочем цилиндре снижается. Затем, когда скорость вращения колеса возрастает, путем переключения между режимами удержания и увеличения, давление в рабочем цилиндре постепенно увеличивается. Контролируя скорость колеса подобным образом, механизм АБС предотвращает его блокировку. Множество переключений между различными режимами проходит в очень короткий промежуток времени, что позволяет автомобилю тормозить без блокировки колес. Антиблокировочная система тормозов использует трехканальный метод управления торможением, управляя правым и левым колесом независимо и задними колесами вместе. Ключевые моменты обслуживания Далее давайте взглянем на ключевые моменты обслуживания антиблокировочной системы тормозов. Компьютер АБС обладает следующими функциями. Когда автомобиль движется со скоростью более 6 км в час и выключатель стоп-сигналов выключен, включается функция первоначального контроля, во время которой проверяется работа трехпозиционных электромагнитных клапанов и электродвигателя насоса путем их включения. Вы услышите шум работы исполнительного механизма, что будет нормальным явлением. Когда неисправность возникает в электрических цепях АБС, компьютер, имеющий функцию надежности, прекращает подачу управляющих сигналов к исполнительному механизму. В этом случае АБС не будет работать, но будет осуществлять торможение в обычном режиме. При возникновении какой-либо неисправности в электрических цепях АБС, зажигается лампочка АБС, расположенная в комбинации приборов, чтобы проинформировать водителя о возникших неполадках. Чтобы продемонстрировать это, давайте разъединим разъем и включим зажигание. Когда мы сделаем это, лампочка АБС начнет мигать. Количество включений лампочки покажет нам код неисправности. Давайте взглянем на это поближе. Эта лампочка мигает через постоянные интервалы времени. Это показывает, что все в порядке. Мигание этой лампочки отличается от того, что мы сейчас видели, не правда ли? Это означает, что какая-то неисправность присутствует в системе. Количество включений лампочки в течение каждой половины секунды после четырехсекундной паузы показывает первую цифру двузначного кода. Количество включений лампочки в течение половины секунды после полуторасекундной паузы показывает вторую цифру кода неисправности. В этом конкретном случае лампочка мигнула трижды, а затем дважды, что означает код 32 Давайте представим, что у нас более чем одна неисправность Когда это происходит, сначала будет высвечиваться код с меньшим номером А второй код будет высвечиваться через 2,5 секунды после первого Этот процесс будет повторяться После того, как вы нашли и устранили неисправность Вы должны стереть из памяти компьютера коды неисправности Это делается следующим способом Останавливаем автомобиль Разъединяем сервисный разъем И нажимаем педаль тормоза 8 или более раз в течение 3 секунд Это сотрет коды неисправности из памяти компьютера Затем мы должны удостовериться, что выдается нормальный код И затем соединить сервисный разъем Помимо функции проверки неисправности электрических цепей датчиков скорости колес Компьютер также имеет функцию проверки эффективности работы датчиков скорости Эта функция предназначена только для сервисного обслуживания И проверка должна осуществляться особым образом Сначала давайте рассмотрим, как это делается на переднеприводном автомобиле Первый шаг Включаем зажигание И проверяем Лампочка АБС сначала зажигается, а затем гаснет Второй шаг Выключаем зажигание И разъединяем сервисный разъем Третий шаг Затем заводим двигатель И убеждаемся, что лампочка АБС мигает Четвертый шаг Нажимаем тормозную педаль пять раз за две секунды Когда вы это проделаете Лампочка АБС начнет мигать очень часто В два раза быстрее, чем при высвечивании нормального кода Это означает, что режим проверки датчиков скорости включен Нужно также добавить, что если одно из следующих условий выполнено То режим проверки будет выключен Первое Ключ зажигания будет повернут в положение выключено Второе Выключатель ручного тормоза будет включен из положения выключено И третье Выключатель стоп-сигналов будет включен 16 или более раз Испытание на дороге будет сделано без выключения режима проверки датчиков скорости Отпускаем ручной тормоз И разгоняем автомобиль до скорости 4-6 км в час Когда скорость достигнет 4 км в час Лампочка АБС, которая мигала, должна выключиться и затем включиться через секунду На этом проверка напряжения выходного сигнала закончена На скорости 6 км в час Лампочка АБС начнет мигать снова Это означает, что ничего сомнительного в выходных сигналах датчиков скорости обнаружено не было Далее Разгоняем автомобиль до скорости 45-55 км в час На этой скорости лампочка АБС должна выключиться и затем включиться через одну секунду На этом закончена проверка сигналов датчиков скорости Когда скорость автомобиля выходит из диапазона 45-55 км в час Лампочка АБС снова начнет мигать Это означает, что не обнаружено ничего сомнительного в выходных сигналах датчиков скорости Во время этого теста Когда лампочка АБС выключается на одну секунду Компьютер диагностирует каждый датчик скорости Так что будьте осторожны, чтобы резко не отпустить сцепление или резко не ускориться в этот момент Так как это может повлиять на диагностику Если имеет место какая-то неисправность, лампочка АБС включится и останется включенной Остановите автомобиль и проверьте мигание лампочки Если в это время вы выключите зажигание или включите стояночный тормоз То результаты проверки датчиков будут стерты из памяти компьютера И будет высвечиваться нормальный диагностический код Когда имеет место неисправность, ее можно определить по миганию лампочки Например, если лампочка мигнет 7 раз в течение половины секунды И затем через полторы секунды еще дважды Мы имеем код 72 После 4 секунд код повторится После этого диагностика датчиков скорости колес закончена Теперь вы можете снова соединить сервисный разъем Далее давайте посмотрим, как этот тест проводится на полноприводных автомобилях Первый шаг Включаем зажигание И проверяем, что лампочка АБС загорается, а затем гаснет через несколько секунд Второй шаг Выключаем зажигание Не правда ли процедура похожа на диагностику переднеприводных автомобилей? Третий шаг Закорачиваем контакт ТС подкапотного сервисного разъема Четвертый шаг Далее, не нажимая педаль тормоза, тянем рычаг стояночного тормоза И заводим двигатель Проверяем, что лампочка АБС мигает На этом завершается включение режима проверки датчиков скорости колес Как и в случае с переднеприводным автомобилем, мы проведем дорожное испытание Этот тест проводится точно так же, как и на переднеприводном автомобиле То есть мы проверяем выходные сигналы с датчиков скорости На скорости 4,6 км в час И скорости 45-55 км в час Если в системе присутствует неисправность, то лампочка АБС загорится и не погаснет В этом случае остановите автомобиль и разъедините сервисный разъем Определите код неисправности по миганию лампочки АБС Например, код 74, который вы видите в этом примере Вызван слишком большим зазором между ротором и датчиком скорости левого колеса Когда диагностика закончена, соедините сервисный разъем и удалите перемычку с разъема TS Этим вы сотрете код неисправности из памяти Это датчик замедления полноприводного автомобиля, который определяет замедление автомобиля Давайте посмотрим процедуру проверки датчика замедления Первый шаг Сначала включаем зажигание и проверяем, что лампочка АБС загорается и гаснет через 3 секунды Второй шаг Выключаем зажигание Третий шаг Затем закорачиваем контакт TS в подкапотном пространстве Четвертый шаг Вытягиваем рычаг стояночного тормоза и заводим двигатель с нажатой педалью тормоза Если лампочка АБС мигает один раз в секунду, мы можем проводить проверку датчика замедления Сначала проведем дорожные испытания, чтобы определить, работает ли датчик замедления Разгоняем автомобиль до 10 км в час И легонько нажимаем педаль тормоза Удостоверимся, что лампочка АБС продолжает мигать На скорости 20 км в час Нажимаем педаль тормоза чуть сильнее Удостоверимся, что в момент торможения Лампочка АБС загорается и начнет мигать После того, как тормозная педаль отпущена На этой же скорости сильно выжимаем педаль тормоза Лампочка АБС должна замигать очень часто Мы проверили, что датчик замедления работает правильно Теперь давайте проверим угол, под которым датчик замедления установлен Проверьте, что автомобиль установлен горизонтально И поднимите домкратом заднюю часть автомобиля На высоту, указанную в руководстве по ремонту Проверьте, что мигание лампочки не изменилось Мягко опустите автомобиль И проверьте, что мигание лампочки опять не изменилось Повторите эту процедуру с передней частью автомобиля Если по-прежнему нет изменения в мигании лампочки Это означает, что датчик замедления работает нормально Если датчик замедления неисправен Мигание лампочки АБС изменится На этом проверка датчика замедления закончена Удалите перемычку с контакта ТС При проверке работы системы АБС Будьте осторожны, чтобы не повредить компьютер Датчики скорости колес Роторы или датчик замедления Чтобы проверить работоспособность исполнительного механизма Используется специальный тестер и соединительный кабель Но этот тестер не может быть использован для проверки всех типов АБС В случае с переднеприводным автомобилем Этот тестер подсоединяется следующим образом Сначала короткий жгут проводов подсоединяется к тестеру исполнительного механизма И длинный жгут проводов подсоединяется к короткому жгуту Далее разъемы проводки, подсоединенные к исполнительному механизму И реле управления отсоединяются Затем разъемы короткого жгута проводов соединяются с разъемами исполнительного механизма И жгута проводки двигателя А кабель замедления подсоединяется к корпусу автомобиля Далее разъем подсоединенные к крыле управления отсоединяется И разъем длинного жгута проводов подсоединяется к крыле управления Не забудьте подсоединить кабель питания тестера исполнительного механизма Клеммам аккумуляторной батареи И, наконец, поместите карту А с нанесенным на ней расположением переключателя На лицевую сторону тестера исполнительного механизма В случае полноприводного автомобиля Длинный жгут проводов не используется Все три разъема, подсоединенные к исполнительному механизму, расположенному под задним сидением, отсоединяются Разъемы тестера теперь подсоединяются к исполнительному механизму После этого процедура подключения аналогична процедуре для переднеприводного автомобиля Кабель питания тестера подключается к контактам аккумуляторной батареи Карта А, с нанесенным на ней расположением переключателя, помещается на лицевую сторону тестера Все готово, начнем процедуру проверки Сначала заводим двигатель Устанавливаем переключатель в положение проверки дисковых тормозов Включаем переключатель мотор насоса на несколько секунд Включаем переключатель пауэр, нажимая при этом педаль тормоза и удерживая ее в постоянном положении В этом случае должно быть невозможным выжать педаль еще дальше Не включайте переключатель пауэр более чем на 10 секунд Выключите переключатель пауэр и убедитесь, что тормозная педаль может быть выжата на большую величину Когда вы включаете переключатель мотор, тормозная педаль должна вернуться в первоначальное положение Теперь отпускаем педаль тормоза С отпущенной педалью тормоза включите переключатель мотор на несколько секунд Далее, удерживая педаль тормоза, нажатой в постоянном положении, примерно 15 секунд Включите переключатель мотор и удостоверьтесь, что тормозная педаль пульсирует Повторите эти испытания для остальных колес Когда испытания закончены, отсоедините тестер и соедините разъемы исполнительного механизма АБС и реле управления Когда разъемы исполнительного механизма и реле управления отсоединяются, код неисправности запоминается компьютером Так что вы должны стереть код неисправности в памяти компьютера Прокачка тормозов на машинах, оснащенных АБС, осуществляется таким же образом, как и в обычной тормозной системе Исполнительный механизм АБС является неремонтируемой деталью и должен заменяться целиком при возникновении каких-либо неполадок в нем Когда система АБС функционирует нормально, педаль тормоза при торможении может пульсировать Кузов автомобиля и рулевой механизм могут вибрировать Не рискуйте, управляя автомобилем, оснащенным АБС Сохраняйте безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля Тормозной путь автомобиля, оснащенного АБС, может быть больше, чем тормозной путь обычного автомобиля Снижайте скорость на поворотах и на скользких дорогах Антиблокировочная система Это механизм, который используется все шире и шире, чтобы повысить эффективность торможения и управления автомобилем Мы надеемся, что вы поняли, что представляет собой АБС Мы также надеемся, что в дальнейшем вы постараетесь узнать как можно больше об этой системе, используя техническую и учебную литературу Качественный сервис Тойота Фильм представлен фирмой Тойота Мотор Корпорейшн Фильм представлен фирмой Тойота Мотор Корпорейшн